Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы сами пишите, что много писали здесь на сайте. Правда, историю ваших вопросов посмотреть нельзя, потому что вы анонимно их задаете. Но, тем не менее, значит, я не буду читать ваши тексты от текста вашего сообщения, потому что мне кажется, что та проблематика, которую вы описываете, является компетенциальной. Я не думаю, что можно об этом как-то вот говорить открыто. Вот. А я думаю, что самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это пойти на психотерапию. Вот. Я думаю, что это самое лучшее, что вы можете для себя сделать прямо сейчас. И вот, ну, начать как-то о себе заботиться, вот, начать проявлять эту заботу, вот. И учиться заново. Или, может быть, вы никогда не умели жить и проявляться. Что я вижу в вашем тексте, помимо очевидного? Да, у вас ввиду тех событий, которые произошли в жизни, очевидно, есть травмы, вот, психологические. И вам необходимо их прожить. Всю эту боль и все эти чувства ваши необходимо проживать, необходимо проговаривать все, что произошло. И постепенно, постепенно избавляться от всего этого негатива, который у вас есть. Потому что вам тяжело, потому что это психологически тяжело, то, что вам пришлось пережить и так далее. То есть это ощущение такой униженности, да, ощущение, по сути, что неуважительность в отношении к вам, ощущение, что ничего своего вам не оставили, не оставляют люди. Это очень болезненно. И очень болезненно сказывается на самооценке, в том числе. Вот. Дальше. Я думаю, что то, как вы относитесь к семье, и то, как вы относитесь к ребенку, и то, как вы относитесь к мужчине, вот, вызывает вопросы. Вопросы о, во-первых, сведения своей ценности только к одному, фактически. То есть вы говорите о том, что мужчина не выдержит ваших особенностей. Все это элементарно выдерживается, если есть личностное общение, если есть контакт между людьми, если взаимоотношения не сводятся только к семье, к ребенку и так далее. Но именно это происходит как будто бы у вас. В этом я вижу главную системную проблему, что вы сводите свою ценность только к материнству. Вот. И поскольку сведение ценности к чему-то одному является фактическим обесцениванием себя, то я думаю, что с точки зрения психосоматики, ваша проблематика, она, в общем-то, не является чем-то таким, знаете как, чем-то удивительным, к сожалению. Потому что вы, фактически, свели всю свою ценность к одному, а потом начали это обесценивать. И это вылилось в ваши медицинские показатели. С точки зрения психологии для меня это выглядит именно так. И, конечно, медицинские показатели сбрасывать со счетов мы не будем, но психосоматику тоже игнорировать, на мой взгляд, было бы неправильно. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы начать слушать свой внутренний мир, чтобы начать развиваться и проявляться как личность и выстраивать отношения в том числе с мужчинами, и в том числе с мужчиной, на немножечко таких, знаете, других основаниях. Не тех, которые вы придерживаете сейчас. Вот потому что, на мой взгляд, вас это обесценивает. Вы говорите о том, что я хочу, не хочу карьеру, хочу мужчину, за которым я буду как за камерной стеной и хочу родить ребенка. Важно понимать, что здесь очень много угрозы, угрозы потери свободы, угрозы абьюза. С стороны такого мужчины, если он почувствует, что, ну вот, грубо говоря, что вы от него, ну, как-то зависите. Вот. И вот это, на мой взгляд, является угрозой для вас. Это, на мой взгляд, является проблемой для вас. Потому что то, что вы хотите быть с мужчиной, как за каменной стеной, для меня означает, что вы себя сами, как самостоятельную такую единицу, да, самостоятельную личность. Ну, как будто бы не рассматриваете. И, собственно, для меня, то, что вы описываете, очень похоже на желание, стремление, значит, слияние, слияние с партнером. А, что является, на мой взгляд, следствием и результатом вашего самоотвержения, вот. С другой же стороны, это базовая потребность в безопасности. Вот. Ну, ваша. То есть это вот. Ваша потребность в том, чтобы себя обезопасить от чего-то. Причем это, опять же, не связано, на мой взгляд, с теми событиями, которые в вашей жизни произошли напрямую, напрямую. Кроме только, вот, такого аспекта, такого нюанса, что вы себя сами, получается, оградили от, значит, мужчин. Вот. То есть, можно сказать, что вы боитесь близких отношений, как и любой человек, который, вот, занимает такую стратегию, ну, жизненную, как вы. Вот. А, я думаю, вот, в основе такой стратегии всегда лежит страх сближения, ну, вот. Неуверенность в себе, может быть, еще какие-то страхи присутствуют. Но очень важно это понимать, очень важно это замечать, очень важно это осознавать и, соответственно, с ними работать необходимо. Вот. Если, если вы делать этого не будете, да, вот, то все будет развиваться по такому грустному сценарию, как вы описали, скорее всего. У меня, несмотря на то, что много сочувствия к вам, несмотря на это, у меня есть вопросы по поводу того, значит, есть ли еще какая-то цель у вас, когда вы пишете здесь нам на сайте, кроме желания, ну, просто пожаловать, что, в принципе, не решает никакую из ваших проблем. Вот. Значит, поймите, пожалуйста, что ваша ситуация, в которой вы оказались в условиях травматичности своей, значит, психологической травмированности, в условиях тех проблем, которые я описал, да, нужна психотерапия, психотерапия, регулярная психотерапия и, к сожалению, не быстрая, судя по тому, что я вижу. То есть, очень, на мой взгляд, у вас имеется много привычных тапорных поведений, привычных стереотипов восприятия, как мира, так и себя в нем, и все это вам, конечно, мешает и будет мешать. Значит, пока вы с этим, ну, не начнете работать. Вот. Как-то так, как-то так. Готовы ли вы, вот, постарайтесь ответить себе на вопрос, готовы ли вы начать изменения, начать меняться? Вот, если, 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 если готовы, то прекрасно, вот, мы, психологи, за этим вам с радостью поможем. Вот, если вы просто пишите от того, чтобы, ну, вот, выговориться, это тоже по-человечески понятно, но, как бы, труда, префекта никакого. Вот. Еще один важный момент заключается в том, что ваши изменения, которые необходимы вам, значит, они будут носить такой, знаете, я бы сказал, накопительный характер. То есть, они будут, эээ, не быстрыми, они будут постепенными, и они будут касаться всей вашей жизни, а не, например, только, эээ, допустим, взаимодействие с мужчинами. Вот. Потому что, эээ, в целом, ваше отношение к себе вызывает, эээ, довольно-таки, эээ, серьезные вопросы и эээ, серьезные опасения. Опасения именно, эээ, ну, именно, именно за вас, вот, опасения именно, эээ, ну, действительно за ваше будущее. Я, когда, ээээ, читал ваш, эээ, текст, у меня сложилось, эээ, такое впечатление, немножечко оно было не, не логичным, вот. Но, вот, знаете, эээ, я читаю, как вы высказываете, эээ, недовольство, там, определенными, эээ, моментами, вот, высказываете, эээ, претензии, эээ, вот, к определенным людям, ээээ, ну, претензии, как мне, эээ, кажется, вполне обоснованные, вот. Хотя, тут, ээээ, вероятно, есть, ээээ, нюансы, но в данном случае это неважно. И, вот, у меня, ээээ, у меня появля, ээээ, появлялось, ээээ, такое странное ощущение, когда, эээ, с одной стороны, вроде бы, человек, ээээ, реагирует, ээээ, ну, как-то, вот, ведет себя, ээээ, вполне естественно, ээээ, в той ситуации, которая сложилась. Но, с другой стороны, как будто бы вы, все равно, даже не смотря на то, что это делаете, все равно не высказываете, все равно не выражаете, вот, того, что вас внутри, так, как вам бы хотелось. То есть, это, вот, определенная обида на жизнь. И мне кажется, что эта обида на жизнь, она появилась раньше, до всей этой ситуации вашей. Она появилась тогда, когда вы, как говорится, как вы пишете, начали себя беречь, когда вы надеялись встретить любимого мужчину, который... То есть, это вот история про то, что именно любимый мужчина возьмет и определит завал в вашу жизнь, вот. Ээээ, я могу, действительно, представить себе, что, эээ, что вам не нужна, как вы говорите, карьера. Хотя, считаю, что, эээ, человек, ээ, в любом случае, должен реализовываться, и, эээ, его дети, эээ, ну, вот, как бы, ээээ, человека, да, эээ, не могут быть, эээ, предметом его реализации, вот. Потому что дети, это все-таки те, кому мы передаем опыт, кого мы наполняем, наполняем. И если вам кажется, что вы уже готовы передавать свой опыт, то и вследствие этого вы хотите стать родителем, а не вследствие того, чтобы, например, например, реализоваться, или, эээ, удовлетворить какое-то требование невротическое, то попробуйте подумать о том, эээ, какой именно опыт вы хотите передавать. Да, то есть, чего у вас много, чего у вас в избытке, вот. Опять же, можно предположить, что у человека, который хочет отродить намного любви к себе, вот, и просто много любви внутри, в избытке. Вот. И, к сожалению, эээ, такое ощущение не складывается, когда, эээ, читаешь вас текст, нет ощущения, что у вас в избытке любви, вот. И, соответственно, на мой взгляд, ее никогда не было в избытке, и это является одной из причин, почему вам сложно, во-первых, проявляться, во-вторых, выстраивать отношения. Вот. Эээ, ну, если все-таки избыток чего-то у вас есть, попробуйте, эээ, определить его и найти способ его передачи. Эээ, совсем не обязательно, эээ, рожать искусственно, не искусственно, вам как будто важно сделать именно это, как будто вы все время борете за свою, свою полноценность, вот. Поверьте, рождение, ээээ, проблему полно, полно, полноценности вашей не решит. Вот. Появятся только новые, новые требования, потому что комплекс неполноценности находится внутри, с ним нужно работать. Вот. В частности, замечая те интенции, которые у вас есть, вот, и выражая, проявляя их, получая обратную связь на них. В частности, это то, на что я пытаюсь обратить ваше внимание прямо сейчас. Вот. Эээ, чего у вас, чего у вас в избытке, эээ, как вы можете это передать и кому. Вот. Не излишне ли вы фиксируетесь именно на детях, а точнее на факте рождения, причем еще, судя по всему, каким-то определенным образом. Я хочу, чтобы вы увидели, что подобная фиксация на определенной форме, это ни в коем случае не про предмет, находящийся за этой формой. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго.